Причет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Псалом 105.2 Вот наступил у нас вожделенный и спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение дьявола. Сегодня люди соединились с ангелами, и облеченные тело вместе с бестелесными силами теперь возносят песнопение. Сегодня не спровергнута власть дьявола. Сегодня разрушены узы смерти, уничтожена победа ада. Сегодня благовременно сказать также следующее пророческое изречение. Смерть, где твоя жало ад, где твоя победа. Сегодня наш Владыка Христос медные двери сокрушил и запорой железный сломал, Исайя 45.2, и поразил самое лицо смерти. Что я говорю лицо? Самое имя он изменил, потому что она уже не называется смертью, но с покоением и сном. Прежде пришествия Христова и крестного домостроительства нашего спасения, самое название смерти было страшно. Так первый человек за великое наказание услышал следующий приговор, в день в который ты вкусишь от него смерть и умрешь. Бытие 2.17. И блаженный Иов назвал ее тем же именем, сказав, смерть мужу покой, Иов 3.23. И пророк Давид сказал, смерть грешников люта, Псалом 33.22. И не только смертью называлось разлучение души с телом, но и адом. Послушай, что говорит праотец Аков. Сведете старость мою с печалью и в ад. Бытие 42.38. Так же пророк. Преисподняя раскрыла пасть свою. Исайя 5.14. Еще другой пророк говорит. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Псалом 85.13. И во многих местах Ветхого Завета найдешь, что переселение отсюда называется смертью и адом. Когда же Христос, Бог наш, принесен был в жертву и совершилось воскресение, то человеколюбивый владыка отменил эти названия и вел нашу жизнь в новое дивное устройство. Переселение отсюда уже называется место смерти успокоением и сном. Откуда это видно? Послушай самого Христа, который говорил, Лазарь, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Иоанна 11.11. Как для нас легко пробудить и поднять спящего, так и для общего всех нас, ладыки, легко воскресить. И так как сказанные им слова были необычайны и дивны, то и ученики его не поняли сказанного, да коли он, снисходя к их слабости, не выразил этого яснее. И учитель вселенной Блаженный Павел, посланник фессалоникийцам, говорит. Не хочу же оставить вас, братья в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 1 Фессалоникийцам 4.13. И в другом месте, поэтому и усопшие во Христе погибли. 1 Коринфянам 15.18. И еще мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим усопших. 1 Фессалоникийцам 4.15. И еще в другом месте, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. 1 Фессалоникийцам 4.14. Видишь ли, что смерть везде называется успокоением и снов, и что она, прежде имевшая лицо страшное, теперь после воскресения сделалась презираемой. Видишь ли, светлый трофей воскресения, через него доставлены нам бесчисленные блага, через него рассеяно бесовское обольщение, через него мы посмеиваемся над смертью, через него мы презираем настоящую жизнь, через него мы одушевляемся надеждой на будущее блага, через него мы, облеченные плотью, можем быть нисколько не ниже существ бестелесных, если захотим. Сегодня совершилась блистательная победа, сегодня Владыка наш, воздвигнув трофей победы над смертью, и не спровергнув власть дьявола, через воскресение открыл нам путь ко спасению. Будем же все радоваться, ликовать и веселиться. Хотя Владыка наш победил и воздвиг трофей победы, но и для нас общая радость и веселье, потому что все это он совершил для нашего спасения. И чем победил нас дьявол, тем же преодолел его Христос. Он принял те же самые оружия и ими поразил дьявола. А как послушай? Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Девой была Ева, потому что она еще не познала мужа, когда подверглась искушению. Древом было древо познания добра и зла, смертью было наказание даму. Видишь ли, как Дева, древо и смерть были знаками нашего поражения. Посмотри же, как потом они же и сделались орудием победы. Вместо Евы Мария, вместо древа познания добра и зла, древа креста, вместо смерти Адама смерть Господа. Видишь ли, что чем дьявол победил, тем же он и побежден. Древом победил Адама дьявол, крестом поразил дьявола Христос. То древо незриного человека, а это древо, древо креста, и незринутых туда опять извлекло из ада. То заставило пораженного скрыться, как пленного и нагового, а это показало всем победителя, обнаженно пригвожденным на высоте ко кресту. Та смерть подвергла суждению всех живущих и после Адама, а смерть Христа поистине воскресила всех живших и прежде него. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Псалом 105.2 Через смерть мы сделались бессмертными, попадение восстали, после поражения стали победителями. Продолжение следует.